Всем привет! Меня зовут Александр Рыбляков. И сегодня я расскажу, как при помощи вот такой вот камеры и фотобумаги получить такую вот красоту. Но для начала ответ на вопрос. Зачем? Причина проста. Данный аппарат 1914 года. И сделан он был в то время, когда профессиональные фотографы только начинали пользоваться узкой фотопленкой, а основным фотоматериемом были фотопластинки размером 9х12 см в таких вот кассетах. Фотопластинки перестали выпускаться более полвека назад. И поэтому сейчас для съемки на данный аппарат есть три варианта решения. Первое. Купить листовую фотопленку 1800 рублей за 10 листов и снимать на нее. Второе. Найти на Авито фотопластинки из 60-х. Третье. Снимать на бумажный негатив. Так как я студент и денег у меня мало, первый вариант отпал по причине его долгаризны. Второй вариант я отбросил, потому что кто его знает, какое качество будет через 50-60 лет у этих пластинок. Скорее всего, просто никакущий. Остается третий. Благо, фотобумогу можно найти в любом крупном фотомагазине, например, в Питерской фотоаптеке. Стоит она дешево и обрабатывается любым стандартным комплектом химии. Из проявителя, стоп-вуанны и фиксажера. Соответственно, давайте расскажу, что необходимо для нашей проявки, для получения изображения. Нам понадобится непосредственно сама камера, кассета к ней, в идеале с креплением для листовой фотопленки. Можно и без него, но крепление просто удобно. Сами поймете, когда возьмете в руки. В фотобумага подойдет любая. Славич, Фома, Илфорт. Главное, чтобы она была матовая, а не глянцевая. Комплект из трех ванночек из Максидома. 20 рублей за штуку. И три реактива. Проявитель, стоп-вуанна и фиксажер. Их я беру в концентратах. Разведение укажу чуть подальше. Если вы не знаете, как происходит процесс аналоговой проявки, и вообще до этого не работали ни с реактивами, ни с втопленкой, ни с втоплевкой, ни с втоплевкой, советую посмотреть на русскоязычном ютубе, таких роликов очень много. И там даны основы обращения с химией. Здесь в этом ролике не будет рассказывать, как работает проявитель, фиксаж, закрепитель. Здесь будет чисто о съемке на бумажный негатив. То есть я предполагаю, что вы уже знаете, как происходит процесс проявки. Ну вот. Из освещения нам понадобится два фонаря. Красный для безопасного освещения при проявке. И обыкновенный туристический. Любой туристический фонарь, главное, чтобы он дало не точечный луч, а массивное пятно света. Мы его будем использовать для предзасветки. Что такое предзасветка? Ведь, казалось бы, засвеченный кадр это испорченный кадр. Но есть одна особенность. Эта фотобумага предназначена для получения позитивного изображения с негативом. То есть изображение, цвета которого аналогичны цветам того объекта, который мы снимаем. Белое будет белым, а черное черно. И для получения белого цвета используется плотная ядреная белая подложка в бумаге. Таким образом, ряд объектов и вещей, которые были, может, не очень белыми. Например, белая одежда, белое небо. Они уйдут в полностью белый цвет и будут на этой бумаге белым. В этом процессе бумага будет использоваться не для получения позитива, а для получения негатива. То есть данная бумага, нарезанная на листы 9х12, потому что камера 9х12, будет заснута в кассеты и отснята как негатив. Проблема использования бумаги в качестве негатива в том, что ядреный белый цвет, который на негативе обозначает, соответственно, черные участки, их уводят в дикий черный цвет. В реальность же большинство черных одежды, в которых мы видим, черная одежда, черный автомобиль, чернокожий человек, они освещаются источниками света, и мы видим игру теней. Свет не поглощается ими полностью, а ядреный белый цвет в этой бумаге, который будет на негативе белый, а на позитиве, соответственно, черный. Ядреный белый цвет. Все эти тени просто убивает и сводит их вновь. Таким образом мы получаем такую вот не очень хорошую картинку. Чтобы этого не было, нам нужно заставить все белые участки стать серыми. Для этого нам надо совсем чуть-чуть засветить наш негатив, перед тем, как мы будем на него снимать. Таким образом, при инверсии серый цвет на компьютере будет давать такой немножко темный, но все же различимый глазом цвет, а не абсолютно черный участок, который дает белый цвет в этой бумаге. Для засветки нам понадобится фонарь и комната с красным освещением. Итак, мы в темной комнате, в прекрасном фонаре. Вот наш тестовый листок. Мы сейчас будем его засвечивать разное время, полосками. А именно, берем наш конверт бумаги, закрываем его вот так. Первая полоска. 8 импульсов по 1 секунде. 1001. Второй импульс. 1002. Третий импульс. 1003. Четвертый импульс. 1004. Пятый импульс. 1005. Шестой импульс. 1006. Седьмой импульс. 1007. И восьмой импульс. 1008. Соответственно, теперь мы получили засвеченную бумагу, которая идет отсюда. Здесь было больше всего света, а здесь меньше всего. И вот, что мы получили после проявки. Этот участок был открыт позже всех, этот раньше всех. Соответственно, время засветки 1 секунда, 2, 3 и так далее. Нам нужно получить серый цвет. То есть, нечто среднее между вот этими вот двумя участками. Ну, это значит, что нам нужно будет засветить данную бумагу где-то полторы секунды. То есть, включить фонарь. Тысяча один, тысяча и выключить. Поэтому, готовимся. Тысяча один, тысяча. Все, лиза свечен. Осталось его зарядить в кассету и вперед снимать. Ну, а теперь, я думаю, смысл прогулять о том, как вообще снимать на получивуюся пластинку. Чувствительность бумаги 1, 3 и суток. Я взял примерно 2. Где-то посередине. Поэтому, мы снимать будем прямо как фотографы 19 века. Долго и со штатива. Благочувствительность пластинок в 19 веке тоже была в районе этих самых 2-3 и суток. Так как многие экспортометры вообще не поддерживают слишком низкочувствительные пленки. Или пластинки. Вот здесь сейчас будет таблица. которой пользуюсь я. Таблица, в принципе, рабочая. И все выдержки даны при значении диафрагмы 4,5. В описании она будет продублированная текстом. Соответственно, фотографии, снятые далее, были сняты именно руководствой этой самой таблицей. Мы готовы к съемке. Тут у нас за окном такой вот красивый питерский пейзаж. февраля 2021 года. Ну что ж, давайте зарядим пластинку снимем. Вот, дамы и господа, моя проявочная студия домашняя. Красный фонарь, 3 ванночки, проявитель, стоп-ванна, фиксаж. И вот в фиксаже у нас уже плавает зафиксированная фотография. Вот это. На этом все. Если будут вопросы, пишите в комментах. Я на них обязательно отвечу. Удачных снимков. И надеюсь, после этого ролика, хоть один пылившийся на чердаке девушек на фотокон обретет вторую жизнь. И будет, и будет снимать. Поверьте, это очень классная камера. Они там стоят. На этом я отклонюсь. И удачи. Субтитры сделал DimaTorzok